хашки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара мы продолжаем играть в игрушку под названием cold war с гейтисов хел длс талвисота третья миссия в прошлой серии мы конечно же захватили т-28 их бросили советские войска не знаю забыли еще что-то потеряли сломался мы в общем починили захватили сейчас мы должны просто всех разносить вот соответственно два медика у нас тут есть важных и есть два снайпера это еще важнее чем хотя я не знаю тихо спокойно кто там так тихо нельзя 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 дерзить короче нам нужно захватить пушку вот это вот тут поезд короче одну они уже я так и не понял они подорвали какую-то из а вот эту они сломали т м1 180 180 миллиметров пушка мощная кстати пушка кстати говоря кстати говоря такое же орудие было в игре не помню какой части но blitzkrieg старый вот что-то blitzkrieg 2 или blitzkrieg нет не blitzkrieg blitzkrieg 1 или что-то типа того как я не помню может какая-то там blitzk не blitzk но точно помню я тоже из такого стрелял кстати классно очень мощная пушка вам поехали присаживайтесь поудобнее заварите чок эффект печенюшки чем разглагольствовались вот приятного вам просмотра и не забывайте если не сложно поставить лайк этому видео потому что мне это очень приятно и помогает поехали на т-28 на чуть звук мне потише сделать вам-то нормально мне учета громковато мы в любом случае сохранились так осколочно-фугасный хорошо это вообще лучше конечно пехоты завалить вот кто здесь потому что я сейчас ножом кинут короче четверочку включаем мысль так нет тут уже не пойдет так нужно брать винтовку а он чё тоже сахах я просто подумал может быть он тоже снайпер и поэтому вот а теперь я вот этим сейчас подбегу и ножичек кинуем хотя можно автоматчика взять и у него будет гранат сто процентов сейчас осколочный туда кинем что-то будешь делать опять еще так ладно мышь 4 это у нас чё граната m32 ну сто процентов поможет отлично так это чё у нас тут вообще сты а это у нас дашь дашь и каста и дашь и к ну пусть здесь стоит в принципе а я же хотел в прошлой миссии заехать сюда точно только почему-то когда ты загружаешь игру почему-то вот пушка отцеплен я вот не первый раз замечал что когда ты да что чё не работает а потому что никого нету все я понял короче пушка отцеплена мы же сохранялись когда вроде в машине в автомате ну давай застрянешь не первый раз замечаю такие баги мини когда ты сохраняешься на моменте что в машине кто-то есть и зацеплена пушка а потом короче загружаешься она отцеплены и экипажа нету вот оставим пока оставим здесь дашь и к пусть стоит здесь ну все я так предполагаю что вообще лучше сохраниться ехать уже на поролон потому что мы захватили все самое важное экипаж у нас полный танк огневая мощь пулеметная ну просто шквал вот плохо что камеру нельзя подвинуть нормально влево то есть вот можно ну вот она не двигается уже влево все край карты вот это мне не нравится хотя по показаниям по карте я могу еще подвинуть но вот не дает мне двигать это вот меня печалит на самом деле потому что вот так некомфортно играть когда у тебя техника левее не зацентрована короче ну кстати здесь могут быть жесткие орудия поэтому надо быть внимательным на самом-то деле так по мне миномет херачит ну можешь просто были гусеницы повредили кто стреляет я не понимаю кто стреляет ты что ли стреляешь нет это пулеметчик ну нужно срочно найти кто стреляет из миномета вроде прекратили стрелять вот еще один ползет вот еще один отлично это 28 просто вообще просто не преступная крепость сохранимся в окопе наверное что ли миномет был потому что ну он конечно не то чтобы сильно дамажит но потихонечку потиху да ну да вон он сидел все отлично мы разобрались так тут еще он ползут и вон еще ползут у них и на себе сколько вот это красиво очень красиво ну ты 28 ну просто разносит по-царски еще он слева кучу обходит потихонечку главное чтоб не зашли со спины а то могут гранатку кинуть я сам не стреляю я управляю только орудиям опасно опасно охренеть сколько их там их что-то там очень много ты смотри сколько их ползет там там целые целые вагоны вышли наверно там их очень много со всей карты сюда побежали небось красивый там очень мне нравится это один из моих любимых вообще там ну в принципе просто когда в подростковом возрасте к этом школе учился мне так нравилась тема так вообще она и сейчас не нравится но я прям не знаю я прям обожала это почитать я там журналы покупал модельки собирал у меня там коллекционировал металлические вот модельки когда там с журналом продавались русские танки называлась по он журнал вот там было больше 100 номеров или чего-то того так все успокоились сколько он уже положил тут не показаны информации но здесь показан опыт вот опыт набирается вроде как где это пока ну короче а вот 48 уже 48 человек положил это мощно надо бы сохраниться вообще надо бы проехать туда потому что под зачистить вот эту верхушку здесь могут засесть какие-то очень серьезные типы и я такой расслаблюсь поеду к поезду а вот а спасибо но зачесался тихо вижу вижу кто там так это пулемет максим да надо бы его выстрелить отлично пулемет не достреляет потому что так вижу еще один кто там еще один пулемет так но он вроде все равно погиб поэтому ну и для танка он особо не роли не играет никакой вообще не играет танку что пулемет еще главное чтоб вот есть честно мне не хочется чтобы в конце миссии потом когда захвачу поезд не там обороняете его до последней капли крови и там просто тьма поедет врагов тихо стреляют стреляют из ptrd стреляет стреляет из ptrd слышите звуки слышите вот эти вот ну и ptrc ПТРД или ПТРС Т28, конечно Опа, опасно, опасно Так, сохранимся Опасно, в такой близи могут кинуть гранатку Очень опасно Ворсинки всякие лезут Тихо, стреляют из пушки, кто? Надо спрятаться Кто-то из пушки Охренеть, где? Где-то тут, я не пойму, где Очень близко Я не пойму, кто Ааа, нихрена себе Вот это повезло сейчас Может сюда выстрелить Вот о чем я говорил, кстати Не, надо загрузиться Вот о чем я говорил Дерзить особо нельзя, надо аккуратнее Я хотел объехать, чтобы в какую-то щель Не чисто в пушку, но в какую-нибудь коробку выстрелить Чтобы от взрывной волны их там снесло Блин, такой вкусный чай заварил просто вообще Черный такой Хороший черный такой индийский Не просто индийский какая-то пыль там А он Прямо там короче не Как же это сказать Там короче какие-то гранулы Я не знаю, что это вообще Но это чисто индийский чай Это не листья, а вот что-то другое Они как крупа Они похожи на горячиху Но что-то это другое Что-то вот именно индийское И он прям такой черный Насыщенный, блин, такой вкусный А я еще короче мяту кладу В чайник Короче он такой черный Смят Еще сахарочка Капнешь туда Ложечку И прям вообще Залпом можно пить Короче это орудие Оно вот здесь вот Почему я Почему оно сейчас Меня не стреляет Надо чуть-чуть пострелять А он не стреляет в меня Потому что ему паровоз Паровоз преграждает Вот почему Да, это неприятно Согласен Так, ладно Надо короче Быстро поехать Вот прям не останавливайся Стреляю с ПТРД Смотри А в бочинку то могут Пробить Ты смотри Стреляет гад Ну и рикошет был Повезло Надо здесь как-нибудь вот Ах ты ж гад Все отлично Хорошая работа Орудие в наших руках Нам очень повезло Захватить его Вместе с боекомплектом Че какая следующая задача У меня все задачи Выполнены Че ж делать Ага Теперь нам нужно Безопасно выкурить пушку Но присутствие врага В последнем углажает А пиратии Ваша задача Выбить советов Из этого сектора Используйте любые средства Сравняйте деблию с землей Если этого потребует обстоятельств Понятно Но главное Чтоб они не наступали Вот в чем вопрос Игра сохраняется Я тоже сохранюсь Они ж не будут наступать Ни хрена ты стреляешь далеко Так Нужно сейчас поехать Еще проехать Под зачистить Потому что Ну на меня по идее Не должны сагриться Я надеюсь Звуков техники Я не слышу Я сейчас буду Из этой пушки стрелять Сто процентов О это моя пехота Давайте пока Пока это пехота Я здесь засяду Надо под зачистить Под это Под Под зачистить Чтоб короче Не мешали Не стреляли Чтоб мы спокойно Сейчас здесь засели Я могу И танком Все Там сравнять Но там скорее всего Стоят орудия О нихрена себе Это с ПТРД Какой-то Кто стреляет Орудия Назад Срочно Газ в пол Назад Скоро гусеницу Повредят Так ладно Музыка такая Напряженная Прямо идет 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 Так Сколько здесь Экипаж Экипаж Пять человек Вот как раз У нас пять человек Садимся Стойте А что это такое Я кстати Никогда не понимал Что означает Вот эти вот Значки Я Пере Вы только что Видели это Я видел Кто едет Танк едет Ага Т-26 едет Блин Меня окружают Отлично Отлично Просто взорвался Так Следующий Кто у нас А это пулеметный Да Да Это пулеметный Это не страшно Ладно Сохраняемся Все равно Сохраняемся Не хочу терять Прогресс Конечно Т-26 Жалко Можно было бы Его захватить Но Я не думаю Что эта Миссия Требует Того Жалко Жалко Вот этот Танчик Это тоже Т-26 Но он Пулеметный Тридцать первого Года То есть Вообще Древний Тридцать первого Года Представляешь Так Посидим Пока Здесь Я говорил Что не слышал Танков Но Я видимо Прослушал Ладно Теперь точно Можно Садиться Единственное Что я бы хотел Наверное Посмотреть Как там Разнесется Именно Что-то Там Здесь Скорее всего Стоит Какой-то Танк Орудие Вот это Ты что там Ходишь Как минимум Так я же Выбивал Их И так Отсюда Или нет Вообще Я неправильно Делаю Я хочу Знаете Че Нет Ладно Давайте Один Выстрел Посмотрим Как Взрывается Сейчас Он Сведется Чтобы Поточнее Был Выстрел Ну Че То Как То Так Себе Я Думал Будет Посерьезнее Вот Есть Б4 Пушка Там По-моему Сколько 200 204 Миллиметра Пушка Там Взрыв Даже Помощнее Мне кажется Железнодорожное Орудие Должно Быть Как-то Помощнее Что Ну Точнее На То есть Б4 Там На Гусеницах Такой Типа Вроде Как Прицеп Но Он Типа Как Трактор Но Он Прицеп Вот Типа На Шасси Сталинец Возможно Может Быть Я Путаю Может Нет Ну Короче И Просто Мощная Гаубица По сути На Поезд Можно Две Таких Гаубицы Поставить Он же Грузоподъемный Ну Ну Какой-то Жесткий Перелет Очень Жесткий Перелет Ладно Давайте Посмотрим Как он Стреляет Ну-ка Варианты Атаки Так Атаковать Подавляющий Огонь Вот Сюда Сейчас Посмотрим Он Перезарядится Посмотрим Как Выстрелит Так Стоп Вот Так Стреляй 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 Что ты не стреляешь Ладно Паузу Нажмем Скорее Всего Так Я не ту Атакую Так Атаковать Давайте Сделаем Вот Так Атаковать Ну Допустим Вот Этот Ну Вот Сюда Допустим Вот Атаковать Я Нажал По идее Он Сейчас Должен Выстрелить Посмотреть Просто Красоту Выстрела И Вообще Че Ты Не Стреляешь Кого Тебе Дать Так Блин Я Тогда Не Знаю Как Ну Тогда Надо Вот Так Вот Смотрите Тогда Я Делаю Вот Так Вот Тогда Я Делаю Вот Так И Где Мой Снайпер Сейчас Мы Сделаем Вот Так Вот Вот Так Вот Вот Так Вот Сейчас Он Разведывает И Короче Пушка Сама Выстрелит Наверное Ну Че То Такое Все Мне Кажется Я Думал Будет Пожестче Сейчас Он Еще Раз Скорее Все Выстрелит Давайте Подождем Я Че Думал Будет Какой То Взрыв Помощнее Огненный Вот Этот Такой Грибок Прям Ща 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 Как То Короче Это Вроде Прикольно Но Как То Мне Кажется Что То Как То Слабовато Ладненько Я Считаю Надо Ехать Только Не Знаю Вот На Танке Потому Что Скорее Всего Там Могут Быть Орудие Сколько У нас Запись То Идет Вообще Ой 27 Минут Мы Должны Вообще Успеть Завершить Эту Миссию За Эту Сер Давайте Я пойду короче в атаку одним снайпером буду разведывать но сейчас сюда бабахнет так он промажет сто процентов животный блин животинки они же сейчас погибнут ну блин у пушка короче вообще не о чем не знаю вот с одной стороны блин она просто долго перезаряжается это раз вот долго перезаряжается это раз во вторых убойная сила не такая ну по идее в жизни в реальности если с тобой рядом так взорвался снаряд у тебя как минимум перепонки просто лопнут от взрыва либо осколки там столько осколков мне кажется хотя бы разнесло просто кто-то стреляет по мне по моему да по мне стреляет а кто вот так стреляет кто-то стреляет вот вижу да все мой там пришел конец загружаемся надо короче этого ускоренный режим просто поставить и пострелять немного чтобы он быстро перезаряжал он очень долго перезаряжается но при этом не особо дамажит не особо у нее там взрыв точность вообще жесткая хромает так ты как жив здесь оказался ты кто здесь вообще пулеметчик ладно короче мы включаем вот так так ты пока не стреляй давайте ускоренный режим ну вот просто пока я попаду в эту пушку меня 71 снаряд мне кажется просто ни разу не попаду в дерево попал красавчик вообще такая пушка неэффективна на таком близком расстоянии так ну теперь я наверно уничтожим почему потому что она должна подниматься вверх и как минометом стрелять а тут она получается чуть ли не прямой наводкой естественно прямой наводкой ты хер попадешь сейчас точно сейчас точно пришел конец этой пушки еще порой парочку раз надо еще пострелять один пассажир самое странное что написано было что их экипаж 5 человек но я посадил 5 а один почему-то числится пассажиром почему непонятно я не знаю просто куда мне еще пострелять можно еще сюда вот сюда можно здесь скорее все всякие минометы сидят вот здесь пушки сидят сто процентов красиво сейчас попал вот это на удивление точно вышло мне у такого орудия мне кажется должен быть просто жестко жестко большой экипаж потому что ну смотри как вот это неправильно мне кажется вот это баги считаются когда падает предмет и он подлетает опять в небо и кажется надо разработчики постоянно постоянно идут патчи постоянно что-то делают там обновление душ были нихрена сияние я помню одной игры так не видел чтобы так часто и такие большие обновления шли вот то есть молодцы ребята занимаются но порой иногда они забивают на они разрабатывают что-то интересное новые там механики физику все такое но зачастую банальные баги которые просто существуют тысячелетия уже с момента первой серии вообще в тыл врага они что-то иногда не не делают это это странно так но я думаю что наверное все а здесь мы были мы живу здесь проходили вот так вот все и тут здесь вроде все должно быть спокойно единственное что я вот не знаю что у нас здесь здесь очень похоже на тоже оборонительные моменты потому что вот блин ни хрена себе она стреляет далеко вот это конечно до стреляет она жестко здесь еще скорее всего возможно какой-то десант будет и мне нужно будет еще здесь выбивать просто думаю на всех случится надо выстрелить разу ни хрена себе воронка ты посмотри от воронки ты посмотри какая воронка осталось просто смотри а или это было просто думает от меня такая воронка это не расстроила я просто думает от меня такие воронки было бы красиво ладно все давайте хватит короче стрелять сохраняемся и едем танком нам по сути надо только выбить так скорость нам по сути надо выбить просто с деревни возможно нам дадут следующую задачу если нам дадут следующую задачу мы соответственно следующей серии продавок главное чтоб этот поезд сам себя там не выстрел как так иди отсюда иди кто-то там коровка что это так здесь орудия как будто еще живы нет или это пулемет а это пулемет на пулемет ладно тихо там что-то тоже есть там танки едут кто это вообще т-34 охренеть значит нам нельзя так спешить вы видите я спешить это это значит что придется опять следующую записывать здесь нужно потихонечку все таки надо все таки снайпером разведывать и и т-28 не пробьешь 34 у нее стоит вроде как насколько я знаю в т-28 стоит по моему полевая полевая пушка и соответственно начальная скорость она очень слабая пушки и пробить броню тридцать четверки ты даже с очень близкого расстояния будет крайне сложно так можно как минимум немножко поехать ты тридцать четверкой немножко так но сильно не ускоряться все таки сейчас здесь где-то значит стоит тридцать четверка сто процентов раз она здесь она не едет она стоит соответственно нам нужно просто найти ее точку я на стоит и подбить вот когда я поехал она была где-то вот здесь вот дальности оптического мне не хватает нужно как-то где-то надо еще аккуратно не спеша где-то здесь вот я поехал здесь а это три четверка она где-то здесь как будто было давайте еще раз сохранимся очень-очень тоненький момент очень тоненький ну чё-то не видно вообще нигде где-то он здесь стоит сто процентов очень большое расстояние это кто стрелять там что да ладно нихрена себе все-таки стреляет молодец какой блин серьезно ты с такой пушки с такой пушки ты стреляешь по одному хотим тихо слышу тридцать четверка едет слышу тихо 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 надо спрятаться надо срочно ехать назад вижу вижу едет так надо чуть-чуть вот так вот снайперы надо уберечь блин пожалуйста поиск стреляй в него ну куда ты стреляешь что елки-палки ну сейчас мой поезд уничтожит наверно хотя эти сохранимся раз уж нам терять особо нечем давайте сохранимся на всякий случай авто сохранение на всякий случай быстрее поезд тихо он пока не видит меня на он моего снайпера убил да ладно пришлось пожертвовать одним снайпером что поделать одним снайпером пришлось пожертвовать ничего страшного лучше пожертвовать одним снайпером чем танком а он ранен просто он ранен его еще можно вылечить медика санитар срочно срочно сюда быстрее быстрее давай ну и снайпера надо позвать но хотя если я это успею вылечить это будет прекрасно а блин ты сгорел елки-палки нет все таки это от меня воронки такие просто они где-то срабатывают эти воронки а где-то нет смотри какая воронящее осталось и там просто сгорел весь жалко я хотел его починить с этим танком я бы уже просто бы поехал бы куда угодно потому что его бы уже здесь ничего не взяло бы тихо надо срочно блин тихо-тихо ты сейчас да куда ты стреляешь ты че делаешь-то прикрывает и 28 быстрее снайпер вылечить надо охренеть просто вот это сейчас опасно было очень опасно все красавчики все живы давайте назад быстрее ты конечно даешь и просто в метре от как с пистолета стреляет к ты че делаешь ты мог просто мне т-28 разорвать нахер он выстрелим так просто для профилактики нельзя ему давать короче стрелять самому потому что он может делов иногда натворить ланька давайте на этом закончим чё у нас там по записи ну 41 минута давайте на этом закончим следующей миссии уже продолжим наверное или 45 минут давайте ладно 41 минуты я чисто газу даю за четыре минуты если захватываем токи если не захватываем хотите зачем зачем нет ребятки не будем я чувствую столк сто раз было так что ты продолжаешь в итоге серия на целый час записывается давайте продолжим следующей серии всем огромное спасибо за просмотр и за поддержку пишите комментарии обязательно всем отвечу ну подписывайтесь ставьте лайки конечно очень приятно помогает развитию канала и собственно колокольчики не забывайте нажимать это и поможет вам не пропускать следующие видосы и вообще тоже для алгоритмов ютюба очень помогает уже лично мне вот ссылка в описании есть там донат можно закинуть если сугубо если хотите поддержать канал то пожалуйста милости просим буду очень рад все увидимся в следующей серии уже доиграем точно эту миссию я чувствую что не зря не зря вот здесь вот карта открылась вот это вот я чувствую что не зря мне кажется здесь что-то будет поэтому в следующей серии мы продолжим всем спасибо за просмотр и всем ребятушки пока м м м м м м м Продолжение следует...